Центральный пункт пожарной связи. Сюда поступают все звонки по возгораниям в столице Приангария и Иркутском районе. Только за минувшие выходные здесь принято более тысячи обращений. Главная причина – неконтролируемый пал прошлогодней травы. Все сообщения проверяются специалистами. Подтвердилось более 30 вызовов на территории города и 70 в районе. В некоторых случаях огонь доходил до хозяйственных построек. Массовый выход городского населения в пригород, на землю, на садоводческие участки – в большей степени основная причина возникающих палов. На нескольких палах травы была вероятность перехода на деревянные постройки. Непосредственно это были заборы, надворные постройки, в некоторых случаях деревянные жилые дома. Очаги возгорания росли с большой скоростью. Виновником тому стал порывистый ветер. Поэтому сегодня на территории Иркутской области введен особый противопожарный режим. Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Теперь проводить профилактический отжиг травы могут только представители муниципалитетов. Всегда говорил о том, что мы живем на территории зачастую с экстремальными условиями проживания. Поэтому нужно, чтобы отходы от жизнедеятельности осенние, зимние, не способом сжигания, тем более без учета погодных условий проходили, а цивилизованно. В этом году за ситуацией с пожарами следят особенно внимательно. Причина – прошлогодняя ситуация. По данным Рослесхоза, в минувшем году в Иркутской области сгорело более миллиона гектаров тайги. Задача на этот год – не допустить повторения печальных событий. Вот я думаю, что сработал эффект пожара в поселке Дальнем, когда главы сельских поселений стали более внимательно и скрупулезно относиться к своим территориям. Для борьбы с пожарами в регионе готовы более 7 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники, в том числе и авиация. Так, расчет пожарно-химической станции Иркутска подготовлен к любым работам для тушения огня. На балансе 29 машин. В случае необходимости для устранения возгорания будет привлечен резерв. Специалисты напоминают, зачастую виновниками пожаров становятся сами люди. Поэтому, прежде чем развести костер, стоит хорошенько подумать о последствиях. Во время особого противопожарного режима увеличивается и сумма штрафов. Так, например, для юридических лиц грозит 400 тысяч рублей. Простым гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей. Иван Занько, Александр Мокин, Александр Барановский. Новости сейчас.